Наша коллега Ольга Заводилкина. Ольга сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАУ, методист ДСП Гурьевский. И она расскажет об очень интересном опыте того, что связано еще с одной гранью доступности, цифровой доступностью и возможностью общаться для людей с ментальными особенностями при помощи такой очень интересной разработки многофункционального мессенджера для детей и молодых людей с ментальными нарушениями, который называется, правильно я говорю, Ольга, Эмма. Здравствуйте, коллеги. Попробую сразу показать. Отлично, да, мы вас видим, слышим. Можно через показ экрана, так как вы пробовали уже в перерыве. Видите, да? Да, все видно прекрасно. Отлично. Тогда я буду так рассказывать и показывать сразу. У нас как бы, мы его даже не знаем, как сейчас называть. Мы называем просто Эмма, потому что раньше это был, ну, дренажер, когда мы учили наших ребят просто общаться друг с другом. Потом это стал коммуникатор, когда мы уже вышли на более другие сферы. Потом это стало мессенджером. Что это сейчас? Ну, трудно определить. Думаю, что я сейчас потихонечку буду показывать, и вы поймете, почему я затрудняюсь. А найти его очень просто. В интернете он по названию Эмма Томсу находится. Эмма вообще в Google Play и в App Store есть как приложение. Что он из себя представляет? Когда мы открываем, мы попадаем на личную страничку. Вот тут есть моя фотография. Поскольку я тоже в этом мессенджере, вот есть ребята, которые мне уже написали в последнее время. Ну, и есть ребята просто, с которыми мы уже общались. Если я хочу найти какого-то нового человека, с которым мы еще не общались, я нажимаю просто на луфу. И здесь мне доступны все пользователи, которые сейчас зарегистрировались. Сейчас стало очень просто. Я могу выбирать учреждения, которые у нас здесь уже есть, вот московские учреждения. И могу даже по имени и фамилии кому-нибудь найти и написать. Как мы общаемся? Например, я хочу написать кому-нибудь сообщение. Ну, во-первых, я могу общаться с помощью картинок. Сразу у нас есть картинка и слово, которое эту картинку переводит. Я могу задать вопрос. У меня есть папочка с вопросами. Немножко прогрузится. О, Зоя мне даже ответила. У нас пошло общение в прямом эфире. Сейчас мы спросим Зою какой-нибудь вопрос. Давайте мы зайдем в папочку дела. И спросим Зою, что она делала сегодня. Надеюсь, что Зоя нам ответит. Я могу задавать вопросы разные. Пока мы подождем. Вот Зоя мыла посуду. Причем мы не договаривались. Честное слово, для меня то, что Зоя сейчас встречает, мне это сюрприз. Потому что мне казалось, что я просто вам буду показывать. Но я ответов никаких не буду никакого решения. Общение. Почему так у нас все выглядит? Почему у нас такие цвета? Почему у нас так расположены папки? Почему мы именно так прокручиваем сверху вниз, а не как-то по-другому? На самом деле, вот это приложение, его можно же так назвать ЭМО, мы разрабатывали сами с нуля. И сначала у нас было даже такое небольшое исследование, которое мы проводили с воспитанниками Центра Вера, Надежда, Любовь. Мы предлагали разные варианты организации интерфейса. И по шесть папочек, по восемь папочек, скроллить, переключаться. Ну, то есть все, что можно было попробовать с их помощью, с их участием, мы все это проверили. И выбрали в результате именно то, что оказалось для ребят удобным. И карточки, которые вы здесь видите, почему они, может, не совсем такие, как там есть в Макатоне или других системах альтернативной коммуникации, потому что прежде всего мы опирались на наших воспитанников, которые пользовались этими карточками постоянной жизни. Они сначала эти карточки освоили как бумажные карточки, на визуальном расписании, при выборе дел, занятий, а потом мы их перенесли в цифровую среду. И у нас есть более сложные карточки, чем можно. Здесь карточки с вопросами, что ты делаешь, с разными вопросами, что ты любишь делать. Есть обычные карточки, просто занятия, погода. Вот я могу, у меня есть вопросы, у меня есть ответы, у меня есть стикеры, у меня есть всякие фотографии, могу посмотреть открытки. В общем, я могу передать очень много всего с помощью карточек. Наша основная задача была не просто выстроить какое-то приложение, как в коммуникаторе, а организовать диалог между ребятами друг с другом. Потому что чаще всего, ну, ребята с аутизмом, или с другими на ментальном решении общаются, ну, со взрослым, ну, такая конкретная ситуация взаимодействия. А друг с другом, как по-ризонтали, намного хуже получается. И мы на первую очередь ставили свои задачи организовать это общение ребят друг с другом, чтобы они понимали, что такое диалог, что нужно поздороваться, что нужно задать вопрос, что нужно дождаться ответа, попрощаться. А если тебя спросили, то нужно обязательно ответить. То есть какие-то простые вещи, которые нам кажутся очень, ну, такими обычными и привычными, для наших ребят это достаточно сложно. Вот это обычное общение. Что еще можно делать у нас в эмо? Ну, сейчас у нас появилась на фоне всяких вот санкций своя видеокомната. То есть мы можем не только как бы общаться словами, но мы можем еще и делать видеосвязь. Потому что очень простая, любой ребенок может, пользователь может начать тесты, ну, тут вещание в комнату, позвать конкретно кого-то из участников и организовать общение. Вот, например, открытая комната. По большим своим достижениям мы считаем, что у нас в этом приложении можно организовывать мероприятие. То есть любой пользователь не только здесь общается, но он может и организовать свое мероприятие или подключиться к тому, что предлагают другие. Вот у нас есть такое эмо, это как бот. Здесь вот есть всякие разные мероприятия, которые уже прошли. Или даже только еще будут. И я могу на любую из них поучаствовать. Сейчас посмотрим, есть что-нибудь новенькое. Вроде тут ничего нового нет. Если я захочу в чем-то участвовать, ну, можно тут вот хочу и потом перейти в чат. А если я хочу продолжить свое мероприятие, я нажимаю вот на эту иконку и выбираю, куда я хочу пойти. Например, я хочу пойти в кинотеатр. С кем я хочу пойти. Например, я хочу пойти с ребятами из... из Гурьевского. Отмечаю. Ну и делаю какое-то описание. И отправляю. И видите, здесь получается рассмотрение. Когда модератор подтвердит, все, кого я позвала, получат сообщение и смогут ко мне присоединиться. Мероприятия, которые уже прошли, отправляются на страницу фотолайков. Мы можем еще и проголосовать за те мероприятия, которые были. Вот у нас есть фотографии с этого мероприятия. Описание его небольшое. И количество лайков. Можно вот посмотреть и понять, какое мероприятие было. Ну, больше запомнилось нашим ребятам. Здесь 7 лайков есть. Здесь 8. Здесь 5. Ну, то есть, это совершенно реальные мероприятия, которые были организованы по инициативе либо самих ребят, либо взрослых, на которых они их позвали. Помимо этого, у нас есть игры. То есть, многие наши ребята, когда начинают только пользоваться, но им еще нужно приводить и к интерфейсу, и к тому, чтобы мышкой правильно двигать, и чтобы вообще понимать, что происходит, можно вот за помощью таких мини-игр научиться, ну, как-то сделать более дружелюбным, более привычным общение с компьютером, именно вот как в М. И тут вот можно, вот, например, с мышкой, вот можно начать работать над тем, чтобы двигалась мышка. Ну, в общем, вот так можно поиграть. Ну, или другие любые игры, которые здесь позволяют ребятам развивать и навыки пользования компьютером, владение мышкой, и другие навыки, которые им просто... Вот, например, письмо тоже очень важно, потому что многие ребята не могут писать, но умеют списывать. Вот они, появляется перед ними карточка, наша пиктограмма с подписью, и можно здесь вот отсюда списать. Почему это важно? Потому что вход в наше эмо, оно через логин и пароль. И у каждого из пользователей, из ребят, есть карточка, где написано логин и пароль, и они учатся за счет этого списывать, печатать и входить. И еще у нас есть возможность настроить под себя цветовую гамму. То есть, ребенок, если ему не нравится эти цвета, что он предлагает, он может сам себе сделать ту, которую хочет. Ну, и много чего тут еще поубирать, в зависимости от того, что он хочет видеть, что он не хочет видеть. Вот есть озвучка текста, простой язык, если он хочет видеть какие-то документы в простом языке. Ну, в простом ясно о том, что в первой части там говорили. Ну, в общем, вот такие вот возможности. Просто думаю, что у нас во времени еще есть, но хотелось бы, наверное, если есть вопросы, ответить или бы потому что здесь не очень понятно, есть вопросы, нет? Еще 10 минут. Нет, правда, то, что время еще есть, я понимаю, но я хочу, есть ли вопросы? Или здесь у нас не предположено с помощью вопросы? Хорошо. Сейчас я туда вернусь обратно. Так, что еще у нас есть? Поскольку я являюсь администратором, то у меня есть доступ к административной страничке, где я могу увидеть всех пользователей, которые есть сейчас зарегистрированы, найти любого пользователя, посмотреть, какие есть организации, уже сейчас зарегистрированы. Вот мероприятие, о чем мы с вами говорили. Вот как раз мое сегодня созданное мероприятие. Описания нет, но вот на рассмотрение, вот кинотеатр, и я весь его могу редактировать, сохранить и отправить. Что нам еще здесь доступно? Нам здесь доступна аналитика. То есть мы можем по каждому пользователю посмотреть, какой у него рейтинг, в каких чатах он участвовал, входящий, исходящий, сколько раз он присоединялся, сколько он присоединился к тем мероприятиям, которые проводились, сколько он инициировал. То есть по каждому пользователю у нас есть достаточно большой объем данных, которые мы можем посмотреть. Почему для нас это важно? Мы в прошлом году подавали нашу фото практику, связанную с коммуникатором ЭМО, в реестр доказательных практик, в рамках конкурса, который проводился фондом Елены и Геннадий Тимченко. И практика прошла верификацию и включена в реестр практик с доказанной эффективностью. Сейчас ее можно почитать, они более подробно про социальные результаты, про оценку на сайте фонда Тимченко. И вот эти данные, эту аналитику мы как раз и использовали как свидетельство доказательности. Ну, наверное, это самое основное, что хотелось показать. Ольга, скажите, пожалуйста, вот эта практика, она это какая-то внутренняя ваша сеть или она доступна для того, чтобы ей могли воспользоваться и другие люди? Вот как? Она доступна, она открытая, я сейчас покажу. Вот смотрите, сейчас я отсюда выйду опять. Вот. У нас вот эта страничка, которая по адресу EMSU, вот здесь вот видно. Вместо себя напишу название, что-то как это выглядит вместо своего. Имени, логин, напишу, как выглядит приложение, что-то найти. Вот EMSU, оно вводится и вы попадаете на эту страничку. Что здесь хорошо? Если у вас еще нет пароля, ну и логина, вы можете просто какие-то мероприятия, которые есть. Сейчас вот не входим, нажимаем мероприятие, ну и можем узнать, что было. и мы теперь сделали так, что раньше мы могли только вручную регистрировать каждого, можно отправить запрос на регистрацию. Вот здесь у нас есть регистрация и можно отправить свой запрос. придумать себе логин, пароль, имя, фотографии, организовать, отправить запросы. То есть, в принципе, у нас есть социальная сеть, я правильно понимаю, да? У нас есть ребята из Челябинска, есть ребята из Москвы, есть из других городов, то есть тут можно выбрать уже со мной и себя, с кем вы хотите общаться, то ли со всеми, только внутри своего учреждения, то есть она очень гибкая и очень легко подстраивается под любые запросы, ну практически под любые, как вот учреждение само хочет и то есть тут и может само учреждение войти, тогда все, кто к ним относится, они будут к нему относиться и индивидуальные ребята, и семья с родителями, то есть у нас просто раньше была ситуация, что многие родители, когда они передавали там через детей, не знают о мероприятиях, а теперь они вместе с детьми могут здесь все посмотреть, такие так называемые семейные аккаунты и быть в курсе. Мне кажется, это вообще очень интересно с точки зрения пользователя, даже без особенностей, например, было бы зарегистрироваться в этой сети и попробовать общаться с помощью альтернативной коммуникации, потому что есть эта проблема, что многие родители не пользуются альтернативной коммуникацией и не вводят ее своим детям, потому что считают, что это очень сложная вещь. И вот, кстати, отличный способ попробовать этим воспользоваться, даже просто зарегистрировавшись и попробовав пообщаться с помощью карточек, да, это тоже необычный опыт может быть, да, помимо того, что семьи этим пользуются, наверное, осваивают совместно, да, эту коммуникацию, еще это может быть отличным, ну, мотивацией очень просто научить ребенка пользоваться с ними. У нас еще здесь волонтеры, то есть здесь не только ребята, здесь специалисты, здесь волонтеры, это такой легкий вход даже для студентов, которые профильных вузов, которые не знают, как поступиться к ребятам, не всегда готовы приезжать общаться очно, первый шаг вот это заочное общение через ЭМО для нас вот очень такое подспорье было, особенно в пандемии, когда нельзя было приезжать, то мы вот прям, и у нас остались после этого ребята, студенты, которые стали нашими уже очными волонтерами, вот там Маруся Скинчук как раз из этих заочных волонтеров, которая стала теперь руководителем нашего волонтерского объединения. Ну, то есть, в принципе, это очень инклюзивная практика, да, вот именно, что здесь могут соприкасаться люди совершенно разные, да, с особенностями развития, без особенностей развития, каждый озваивает этот язык, который становится, ну, единым, да, такой, можно сказать, эсперант в социальных сетях для людей, которые не владеют, да, может быть, вербальной речью, письменной речью, но зато могут общаться с помощью альтернативной коммуникации. Это очень интересная практика, Ольга, если вы мне сейчас пришлете еще раз тоже ссылочку на сайт, мы ее обязательно в трансляцию. мы ее обязательно тоже поместим в нашу трансляцию, чтобы люди смогли зайти и ознакомиться, потому что, конечно, о такой практике стоит рассказывать и о том, как цифровые технологии помогли не только нам всем во время пандемии, но как они могут идти дальше, они помогают людям, которым, может быть, без использования этого гадоша, было бы сложно найти себе новых друзей, знакомых в других городах, тем более, а здесь есть возможность эти барьеры преодолеть. Спасибо вам большое. Большая коммуникация, потому что они показали, у нас там есть рейтинг, и они сейчас обижаются, когда мы пытаемся с ними работать со своего аккаунта, говорят, вот давай с моего, они говорят, не-не-не-не, только через мой, а то у вас рейтинг поднимается, а мой падает. Вот у нас есть много всяких механизмов, которые... Мотивация, это очень правильно для того, чтобы люди действительно продолжали этим пользоваться и хотели именно с помощью своего аккаунта присутствовать в этой социальной сети. Я думаю, что у нее большое будущее, она будет развиваться, и очень интересно, что вы сказали о том, что практика, вы ее подали в реестр доказательных практик, и она уже, ну, то есть мы можем говорить... Да, мы можем говорить о том, что у нее есть определенная уже база доказательная эффективности именно этого инструмента, и я думаю, что это тоже может стать стимулом для того, чтобы новые люди подключались и использовали, понимая, что это работает, это действительно те цели, которые ставятся, да, коммуникации, они достигаются с помощью вашего мессенджера, поэтому давайте запомним еще раз это практика, этот мессенджер называется Эмо, да, это...